В день 150-летия со дня рождения святого царя-страстотерпца Николая II Силикульская епархия устроила царские детские торжества с положенными поздравлениями имениннику, сладкими угощениями и праздничным богослужением. А для взрослых, приведших детишек на день рождения к царю, была открыта выставка, посвященная славной истории России от начала ее становления до славного царствования государя Николая Александровича. С царских именин. Репортаж наших коллег со студии «Фавор». Заветной мечтой детства будущего царя Николая II было стоять рядом со священником во время вечернего богослужения и держать стаканчик с елеем во время помазания. А еще он со своим братом Жоржиком разрабатывал план спасения Христа, когда того вели на Голгофу. Государь-император Николай Александрович всей своей жизнью явил на пример истинного христианина и искренне верующего, всецело доверяющего себя Богу. Именно поэтому день рождения святого царя Николая начался с праздничной службы, за которой собрались маленькие гости царевича именинника и причастились к святых христовых тайн. По окончании литургии детвора, благодаря чьему творчеству в апреле состоялась акция «Белого цветка», получили благодарственные письма и узнали, что на собранные за их ромашки средства более десяти семей получили детское питание, лекарства и вещи. Пока ребятня переживала первую половину радостных впечатлений, взрослые во главе с епископом Муселькульским и Русскополянским Феодосием открыли выставку, выполненную в газетном стиле под названием «Царские ведомости» и посвященную славной и святой истории нашего Отечества. В день рождения царя зрителям был представлен первый этап выставки от истоков России начала правления династии Рюриков до воцарения императора Николая II на российский престол. Второй этап выставки откроется в июле на царские дни. Он подробно расскажет о достижениях России во время правления царя Николая Александровича. И третьим этапом станет современное почитание в России святого царя-страстотерпца и его августейшей семьи. Смысл сегодняшней выставки в том и состоит, чтобы, изучая историю, мы делали правильные выводы и тянулись вслед за героями, вслед за святыми, вслед за учеными нашими, за анобы открывателями, вслед за теми людьми, которые прославили Бога, прославили Россию и в конце Бог их прославил. После экскурсии по выставке началось подношение поздравлений родившемуся цесаревичу. Ребята из местных школ и Дворца культуры делились своим творчеством, пели, танцевали, читали стихи. Даже взрослые не удержались, как эти два казака, и тоже решили спеть песню имениннику. На мой вопрос, а что бы подарил каждый из собравшихся цесаревичу, окажись он вдруг на самом деле у него в гостях, многие отвечали, что об этом надо сильно подумать, потому что царю кабы что не подаришь. Не обязательно быть дорогой подарок, нет. Это главное должен, во-первых, исходить от души, и, наверное, был бы близок ему, как любящему Россию. Я бы подарил царю Николаю II Александровичу свое доблестное и честное служение за веру царя и Отечества. Как и положено, в день рождения были и пирожные, и мороженые, конфеты, и чай с булочками. Бери, сколько съешь, еще и домой маме можешь забрать и угостить. Ведь государь Николай II всегда был щедрым и внимательным ко всем, даже когда был ребенком. Юлия Фарбштейн, Максим Поваляев, Исселькульская епархия, студия «Фавор». Субтитры создавал DimaTorzok